И теперь, что мы будем делать в течение этого месяца? Вот первая неделя. Мы с вами хотим создать успешный и максимально автоматизированный бизнес в интернете. Поэтому первая неделя – это будет неделя подготовки. Мы будем приводить все в порядок, чтобы это вам было удобно, чтобы это выглядело профессионально. Я чуть позже об этом расскажу. О первой неделе мы сегодня будем говорить. На второй неделе мы начнем создавать ваш бренд, ваш блог, сделаем на нем все необходимые настройки. Об этом я вам буду подробно рассказывать на втором вебинаре. На третьей неделе она будет посвящена различным инструментам, которые могут вам понадобиться для раскрутки вашего бренда, блога, бизнеса. Об этом мы будем говорить на третьем вебинаре. На четвертой неделе мы будем создавать ваше первое видео. И о силе и значении видеомаркетинга мы будем говорить на четвертом вебинаре. Пятая неделя будет посвящена маркетингу и привлечению вашей целевой аудитории. И об этом мы будем говорить на пятом вебинаре. На шестом вебинаре вы познакомитесь с некоторыми простыми секретами раскрутки. Мы подведем итоги, мы вручим вам дипломы, кто какие заслужил, награды за победу в конкурсах. Вот у нас будет три конкурса. Во-первых, дизайн блогов, конкурс видео, конкурс рекомендаторов, кто пригласил к нам курсантов. И кто победит, рекомендаторы получат от нас подарки. И, кстати, в процессе курса тоже будут подарки для вас. И также дадим вам домашние задания на каникулы. Вам нужно будет их сделать, потому что если вы не сделаете на каникулы домашние задания, вам нечего будет делать во втором семестре. Но там в основном домашние задания, это вам там надо будет подружиться с разными людьми и наполнять свой блог. И еще одна очень важная вещь по поводу вебинаров. В начале каждого вебинара мы будем разбирать характерные ошибки, которые вы сделали на прошлой неделе. И вы получите ответы, как это все вылечить, как это все исправить. Вот это еще одна очень важная причина, почему так важно посещать все вебинары, а не слушать их в записи, которых не будет. И если вы не были на вебинаре, вы будете делать ошибки снова. И вам потом придется многократно делать дурную работу по переделке. Понимаете? И это еще не цветочки, а только семечки того, чему будем вас учить в последующих семестрах. Ребята, поверьте, я сама балдею от того, что будет во втором семестре. Это бомба. Поэтому постарайтесь взять все, что вы можете в первом семестре и подготовиться ко второму семестру для того, чтобы все это получить. И в этом семестре мы просто осваиваем некоторые навыки и принципы создания бизнеса в интернете. И просто надо внимательно изучать материал, который мы будем вам давать, старательно и с душой делать домашние задания и применять это все на практике. Итак, давайте с вами разберем, что вы будете делать на этой неделе, которая вот у вас сейчас начинается. Вот после окончания вебинара вы все получите на свою почту письмо. Если не нашли письмо, обращайтесь, пожалуйста, к своим модераторам или смотрите видео шпаргалки, опять же, где и как искать письмо. И что у нас будет в первом домашнем задании. Вы знаете, мы каждый набор семестра одного и того же переписываем какие-то ролики, потому что какие-то новые вещи появились, что-то мы сами новое ввели. Поэтому сейчас у нас вот этот урок практически весь переделан. Здесь у вас будет 11 ролик. Не пугайтесь, больше столько роликов не будет ни в одном домашнем задании, где-то так 3-5. Но все эти ролики очень короткие. Они там по 2 минуты, по 4 минуты специально их так разрубили на короткие шаги, чтобы вам было удобно, чтобы не надо было, допустим, вы что-то сделали, а где это начало, где конец. Поэтому на каждый шаг вам разрубили эти ролики. И если раньше мы требовали только Gmail, но я вам вообще советую больше работать с Gmail, так как вы нам отвечаете с разных почт и пользуетесь разными почтами. Поэтому, во-первых, Татьяна вам рассказывает о том, как навести порядок в профиле Google. У нас будет блог на блогере, потом, наверное, в Google Plus вы играетесь. Потом она вам рассказывает о том, как навести порядок в почте Gmail, чтобы вы не теряли письма, чтобы они у вас были сразу уходили в нужные папки. Потому что если вы получаете много писем, вы какое-то письмо потеряли, а так она будет в нужную папку уходить. Также она вам сделала уроки по тому, как навести порядок в почте Mail.ru и в почте Яндекс. Если у вас есть еще какие-то другие почты, то вы можете аналогично это сделать, уже сами разобраться. Но вообще советую вам больше пользоваться Gmail, но если где-то у вас эти почты очень давно и вам нужно их оставить, то теперь вы сможете это сделать. И она вам рассказывает, как сделать там ярлыки, папки. И хочу обратить ваше внимание, если у кого-то еще стоят автоответчики, Татьяна тоже об этом говорит, выключите автоответчики на почте. Это делают только неопытные люди. Это когда-то давно делалось, когда доступ к интернету был ограниченный, а сейчас вы с сотовым телефоном можете в любой роще поймать по Wi-Fi интернет. И принято вообще в течение 24, максимум 48 часов отвечать. А автоответчики людей очень раздражают. Потому что представьте, если, например, я посылаю какую-то рассылку, а вы ведь тоже будете это делать. И вот мне приходит пару десятков писем. Спасибо за ваше письмо, я вам обязательно отвечу. А бывают еще такие умники, их на каких-то курсах научили. А пока посмотрите мою рекламу, да, или вот поучаствуйте в моем бизнесе. Это мусор, который сразу удаляется. Вот если ваша самая главная задача, мы еще чуть позже будем об этом говорить, производить на людей только приятное впечатление. И такая вот простая вещь к автоответчику сразу может убить к вам отношения. Поэтому отключите автоответчики, ребята, и никогда больше ими не пользуйтесь. Сейчас это не актуально.